Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает. Почти Участок улицы Попова от Комсомольской до Красина с сегодняшнего дня будет закрыт для транспорта. Движение там должно возобновиться 15 сентября этого года. Причина строительства путепровода в чистые пруды. Напомню, что объект планируется сдать осенью 2018 года. Трасса 101 Аналитики зафиксировали в майские праздники небольшой рост цен на бензин. В среднем с начала года литр топлива подорожал на 85 копеек. Наиболее существенное повышение стоимости горючего сейчас наблюдается в южных регионах, что связывается с приближением курортного сезона и началом дачного. К концу лета, полагают специалисты, бензин будет обходиться нам дороже еще на 1 рубль. Трасса 101 В Костроме, Твери и Воронеже самые убитые дороги среди городов Центральной России. Об этом сообщил Общероссийский народный фронт. Его эксперты проведут обследование автотрасс поочередно во всех федеральных округах. До Приволжского очередь дойдет в июне. В первую очередь активисты поинтересуются состоянием дорог, которые ремонтировались за последние 4 года, то есть с неистекшим сроком гарантии. В Крыму началось строительство федеральной трассы Таврида, которая соединит Севастополь, Симферополь, Керчь и далее через мост Краснодарский край. Протяженность четырехполосной магистрали почти 300 километров. Предполагается, что двигаться по ней будет разрешено со скоростью до 120 километров в час. Стоимость проекта 140 миллиардов рублей в ценах прошлого года. Год введения в эксплуатацию – 2020-й. Трасса 101. В конце мая в России начнутся продажи седана бизнес-класса LeFan 820. Китаец, которому прочат роль конкурента Toyota Camry, будет доступен минимум за 970 тысяч рублей. Машина оснащается бензиновым мотором объемом 1,8, мощностью 120 лошадей, либо 160-сильным двигателем объемом 2,4 литра. Коробка – пятиступенчатая механика или шестидиапазонный автомат. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101. Субтитры создавал DimaTorzok